МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пол предпрезидента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В нарезку дня окружного совещания вынесены такие темы, как импортозамещение, реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья, молодежная политика. С утра Михаил Бабич и Михаил Игнатьев побывали на одном из предприятий АБС Электро в НИИРе. Мы готовы заместить на отечественном рынке по низковольтным аппаратам продукцию дальнего зарубежья, как это говорится по первой федеральной целевой программе. То есть это, естественно, немцы, французы, можем, американцев. Вот эти аппараты здесь представлены. Ну и Украина. В НИИР, как и многие другие электротехнические предприятия Чувашии, было и остается флагманом российского релестроения. Это всем известный факт. Но если раньше предприятие использовало импортные комплектующие, то сейчас электротехники готовы предложить заказчикам собственные разработки. Они пользуются все большим спросом. Здравствуйте. Насколько заработать? От разработки до внедрения, сопровождения, подставки бомбов. В перспективе перевести все магнитные пускатели, малогабаритные реле, системы релейной защиты, в том числе и вторичные, на отечественную элементную базу. Немаловажный аспект – цена. Слабое место отечественной импортозамещающей продукции, высокая себестоимость. Но не в этом случае. У нас привода более дешевые получаются, соответственно, порядка 30-40%. За счет собственного цикла производства у нас свое литье, разработка программного обеспечения, полный цикл производства, начиная от литья, заканчивая интеллектом. Михаил Бабич посоветовал привлекать к финансированию научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы крупных заказчиков. Это позволит еще больше удешевить продукцию и расширить сферу изысканий. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. Разговор о вопросах импортозамещения продолжился за круглым столом с участием представителей отраслевых министерств, региональных властей, руководителей предприятий. В сложившейся политической и экономической ситуации нужно пользоваться хотя бы для того, чтобы еще раз оценить возможности наших сельскохозяйственного и промышленного комплексов, номенклатуры продукции, посмотреть, от каких импортных закупок можно отказаться. Подобные совещания прошли уже в нескольких регионах Приволжского федерального округа. Везде шел предметный разговор о том, как объединить усилия для достижения максимального эффекта за минимальное время. Нужна была межведомственная синхронизация наших усилий, которые мы сейчас возможностями аппарата полномочного представителя пытаемся добиться и создать необходимые условия, чтобы каждое предприятие, которое способно эту продукцию выпускать, было услышано, могло донести свои возможности, могло получить необходимые инструменты поддержки, которых, надо сказать, сегодня на федеральном уровне принято достаточно. В Чувашии точке роста выпуска импортозамещающей продукции, помимо электротехники и сельского хозяйства, расположены в реальном секторе. Малый и средний бизнес, как наиболее мобильный и отзывчивый, должен как можно скорее занять образовавшиеся ниши на рынке. Но для этого ему необходима поддержка. Одним из масштабных проектов, реализуемых в республике и направленных на создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, является создание индустриальных парков. Это, прежде всего, столица республики, городе Чебоксары. Прорабатывается вопрос организации частных технопарков на свободных производственных площадках компании Чуваштортехника, Техмашхолдинг с привлечением к участию в проектах представителей малого и среднего бизнеса. Говорили о том, на каких условиях финансировать НИОКР, как возместить затраты предприятиям, которые будут выпускать не серийную, а дорогостоящую эксклюзивную продукцию, и о том, какой потенциал у Приволжского федерального округа. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Переселение граждан из аварийных домов. Эта федеральная программа стала основной темой окружного совещания, которое провел в Чувашии полпредпрезидент России в ПФО Михаил Бабич. Присутствовал на нем и заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Перед совещанием гости побывали в новом доме, 20 квартир в котором предназначены для бывших жителей аварийных домов. Ольга Пырочкина подробнее. Кризис кризисам, а ликвидацию аварийного жилья в стране никто не отменял. В Чувашии за время действия программы новоселье справили 5100 человек. Супруги Григорьевы в новую квартиру уже привезли мебель, на днях переедут сами. Мы жили по улице Гражданской, там деревянные двухэтажные дома, у которых все прелести на улице. Кроме света газа ничего нет, все на улице надо ходить за водой, в туалет, в сарае. И квадратура у нас была 19 квадратов, однокомнатная квартира. Ничего, без удобства в общем жили. И столько времени много. Хоть на старости или нет, мы добились вот этого. Отделка все хорошая, район хороший, магазины все рядом. 8 тысяч человек еще ждут переселения. Больше 6 тысяч из них должны исправить новоселье в этом году. Денег на все и сразу в бюджете не хватает. К решению вопроса пришлось подойти нестандартно. У нас практически 50% из всей программы и всего аварийного фонда – это, конечно же, город Чебоксара. Хотелось бы остановиться только на том моменте, что Чебоксары сегодня активно реализуют программу без поддержки средств фонда и республики в рамках развития застраиваемых территорий. Один застройщик, но он выиграл этот земельный участок через публичную процедуру, отдельно под застройку. Выиграл его за 5 миллионов рублей в год и выиграл отдельно аукцион по развитию застроенной территории. Развитие застроенной территории – это 3,5 гектара земли, в которую входило в том числе 7 домов по программе аварийного жилья. И в обязательствах застройщика было переселение за свой счет жителей из этих семей аварийных домов. Это 59 квартир, 20 квартир из которых он переселяет сюда. В условиях, когда всем в России приходится затягивать пояса, расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство в федеральном бюджете на 2016 год сокращаются больше, чем на 40%. Такой подход Чувашии полпредпоставил в пример остальным субъектам федерации. Вот мы сейчас были на одном из объектов, здесь в Чебоксарах. Смотрели не просто дом, куда переселили людей из аварийного жилищного фонда, а смотрели механизмы, которые региональная власть, местная власть создает для застройщиков, создает для населения, для того, чтобы эту проблему решить. И здесь Чувашия картина очень благоприятна относительно многих других регионов. Она не идеальная, но здесь находят механизмы, каким образом эту проблему решать. Общий объем инвестиций – это практически более чем 5 миллиардов рублей. И здесь я полностью подтверждаю слово Михаила Викторовича. В строительную отрасль идут эти инвестиции для того, чтобы поддержать и обеспечить этим жильем, комфортным жильем, прежде всего тех жителей, тех семей, которые проживают десятилетиями в аварийном жилом доме. В докладах регионов не должно звучать традиционное «у нас нет денег», считает полпред. Нужны конкретные предложения по решению проблемы. В целом по ПФО формируется парадоксальная картина, когда при схожих экономических ситуациях и составе населения, к примеру, Республика Марий-Эл план перевыполняет, а Саратовскую область программу фактически проваливает. В большинстве случаев теленные срывы, теленные задержки связаны с качеством работы управленческих команд. Об этом мы как раз сегодня и говорили. Что касается Чувашской республики, то я, как в прошлый раз говорил, что по большинству направлений Чуваш выглядит очень неплохо. Если все пойдет по плану, то жители домов, которые признали аварийными до 1 января 2012 года, справят новоселье до сентября 2017. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. Отопительный сезон в регионах страны должен пройти в штатном режиме. Такую задачу перед губернаторами поставил председатель российского правительства. Сегодня Дмитрий Медведев провел селекторное совещание. В нем принял участие и премьер-министр Чувашской республики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В этом году власти регионов работали слаженно. Тепло в жилые дома было подано точно по графику. В нештатных ситуациях пока не возникает. Причем подготовка к отопительному сезону в стране началась задолго. Запасов топлива достаточно. По этому показателю мы идем даже с некоторым опережением плана. По состоянию на ноябрь общие запасы угля превышают установленные нормы на 85%. Мазута более чем на треть Минэнерго эти вопросы в целом контролирует. Накануне отопительного сезона ударно потрудились и коммунальные службы республики. В этом году было отремонтировано порядка 40 тысяч метров сетей теплоснабжения, подготовлено к работе более 900 котельных. Отопительный сезон в этом году в Чувашской республике начат без сбоев. Все тепло в дома подано своевременно. С 1 по 8 октября в муниципальном образовании приняты соответствующие нормативные акты. И с 5 по 9 число тепло подано. Каких-либо проблем на сегодняшний день не наблюдается. Болевая точка большинства регионов – долги за потребленные ресурсы. Премьер-министр отметил, что их необходимо сократить в сжатые сроки. Чувашии необходимо погасить 3,5 миллиарда рублей. Проблемы с задолженностью действительно в городах есть, и в Шумерле, и в Алатаре, но тем не менее это не сказалось на сроках пуска тепла. Ресурсонабжающие организации, конечно, понимают важность ситуации. В любом случае, несмотря на наличие финансовых проблем, население страдать не должно. Ситуацию по задолженности в правительстве республики контролируют. Регулярно ведутся переговоры с кредиторами, подписываются графики покошения, разрабатываются дорожные карты на злостных неплательщиков, поданные из Кипсуд. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Сегодня в Госдуме России во втором чтении приняли бюджет на 2016 год. Он формируется в новых экономических условиях. Какие средства будут выделены на основные программы, нам рассказала депутат российского парламента Алена Аршинова. У нас бюджет программный, поэтому всего у нас утверждена 41 федеральная программа. И сумма финансирования этой 41 программы у нас почти 9 триллионов рублей. Собственно, на две из них было увеличено финансирование. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и на санкции, на давление со стороны международного сообщества, у нас действительно все-таки бюджет балансированный. И интересы наиболее узимых слоев населения у нас защищены. У нас доходы бюджета порядка 13 триллионов 738 миллиардов рублей. Это включая и нефтегазовые, и не нефтегазовые. Они в порядке паритета 50 на 50 фактически. Что касается расходов, то у нас 16 триллионов рублей. 170 миллиардов выделено для увеличения кредитной линии регионам. И для меня очень важно все-таки, что действительно у нас в этом году завершается в 2015 году программа по модернизации систем дошкольного образования, по строительству, ремонту, реконструкции детских садов. И в том же объеме у нас начинается программа по поддержке школ. Собственно, 50 миллиардов рублей мы предусмотрели на 2016 год. У нас предусмотрено чуть больше миллиарда рублей на строительство бассейнов в вузах. Вы помните, что мы уже попадали в эту программу и ждем в своей очереди, чтобы в ЧГУ можно было бы построить бассейн в Чувашии. И 3 миллиарда рублей у нас предусмотрено на реализацию мер в сфере молодежной политики. Кроме того, очень важно, что полтора миллиарда рублей предусмотрено на ремонт и реконструкцию спортивных залов в сельских школах. Мы также дважды попадали в эту программу и, пожалуй, такой привилегии, наверное, ни один регион не пользовался. Сегодня вечером в Чебоксарах состоялось четвертое заседание Молодежного совета ПФО. Одна из обсуждаемых тем, насколько эффективно работают программы в области патриотического воспитания. Все мероприятия патриотической направленности прежде всего должны быть интересны самой молодежи. Полпред предложил оценить действующие региональные проекты именно с этой точки зрения. В округе достаточно хороших начинаний. Кадетское движение, оборонно-спортивные лагеря, молодежный лагерь Иволга, военные игры «Зорница» и «Орленок». Чуваши активно участвуют во всех проектах, в том числе и в поисковом движении. К программе «Победа» подключились все школьные музеи, а их в республике немало. Михаил Бабич заметил, расширить патриотическое пространство помогут новые, не менее интересные инициативы, которые должны исходить от самой молодежи. Работа в молодежных объединениях дает молодым людям большой опыт, независимо от того, чем они будут заниматься в будущем. Политикой, наукой, творчеством, выпуском продукции. Чемпионат рабочих профессий набирает обороты. Одними из первых в борьбу включились те, кто приготовление блюд превратил в настоящее искусство. Какие кулинарные шедевры создают студенты и выпускники Чебоксарского техникума, технологии питания и коммерции в нашем материале. Работа на кухне кипит с самого раннего утра. Гремит посуда, стучат ножи, горят духовки. Закуски, первые и вторые блюда, десерты. Будущим поварам нужно показать себя как мастеров универсалов. В направлении поварской дела соревнуются пять студентов СУЗов. Ринат Мусин из Шумерлинского техникума. В чемпионате участвует впервые. Сам для себя то, что чего-то могу. Просто все-таки не зря пошел на эту профессию. Готовлю сейчас мусс апельсиновый. Чемпионат готовился долго и упорно. Каждый день отрабатывал блюда. На этот раз участникам необходимо выполнить шесть различных модулей. Каждый из которых по-своему труден. Соревноваться в поварском искусстве ребята будут два дня. А выберут лучшие кулинарные творения профессионалы своего дела. Некоторые участники хорошо подготовились. Некоторые даже слишком хорошо. Есть перегибы некоторые. Кто-то может быть легкомысленно отнесся. Потому что и сейчас вижу. Но посмотрим какой будет результат. Мне хочется с самого начала людей уже подготовить к современным требованиям. Чтобы ко мне на работу уже приходили подготовленные люди. Которые готовы уже на мировом уровне готовить. В самой сладкой компетенции задание не легче. Три вида конфет, антрамме, фигуры из мастики. В основу легли восточные мотивы. За звание лучшего кондитера борются пять участниц. В первый день соревнования девушки делают шоколадные конфеты. Это направление одно из самых молодых в программе чемпионата. Соревнуется в нем лишь второй раз. В этом году уровень всех, кто выступает, намного выше. Я думаю, что у нас конкурс будет очень интересным. Знаете еще почему? Потому что он самый вкусный. Огромный простор фантазии. Здесь у нас пахнет и шоколадом, и мастикой. Вместе с участниками соревнований трудился и один из победителей регионального этапа World of Skills. И обладатель двух престижных наград мирового чемпионата Александр Ганиашвили. Он устроил мастер-класс для всех желающих по приготовлению двух блюд. Креветок фламбе и десерта сарбе. Последний готовится несложно и эффектно. Такой быстрый мастер-класс. Чеснок, мед, тимьян, креветки. Состав основного блюда прост, но и в нем есть своя изюминка. Такие мастер-классы Александр показывает постоянно. Рассказывает, после участия в чемпионате было много предложений о работе в разных регионах России и даже за рубежом. Но он остался в родном городе. В техникуме обучает будущих поваров и трудится в одном из ресторанов Чебоксар. Я думаю, что у меня большой опыт. Будем стараться, будем теперь заниматься здесь и готовить всех других участников. Тоже добиваться таких успехов. В дальнейших планах, наверное, лучше всего открыть уже свое заведение и показывать новые технологии, удивлять людей. Александр более чем убедительный пример для участников нынешнего конкурса. Удастся ли им повторить его успех, будет ясно совсем скоро. 4 декабря станут известными на тех, кто защитит честь республики на следующем этапе чемпионата. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. Михаил Игнатьев подписал указ о награждении орденом за заслуги перед Чувашской республикой Муфтия Чуваший. Председатель Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона. Член Общественной палаты Российской Федерации Альбира Кырганова. Между тем, Духовное управление мусульман Чувашии заявило о прекращении сотрудничества с исламскими организациями Турции. Чем продиктовано такое решение, нам рассказал Альбир Кырганов, Муфтия Москвы, Центрального региона и Чувашии. Для нас, для верующих людей, совершенно непонятная позиция, когда духовенство религиозной структуры Республики Турции отмалчивается по факту того, что по указанию чиновников Республики был сбит самолет на российской авиации и убит наш офицер По просьбе официальных властей Сирийской Арабской Республики наши военные помогают в борьбе с так называемым исламским государством, фактически бандитским квазы государством. И когда мы все говорим о том, что мы объединились, объединяемся, и политики об этом говорят, в том числе и традиционные религиозные организации, мусульманские в первую очередь, что мы не принимаем идеологию экстремизма, терроризма, вроде бы показываем единство передцом общего врага, и исламские структуры там молчат. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин